Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в этой студии для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, у меня в гостях Владимир Михайлович Кузихин, руководитель Сележаровского отделения Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Николаевич Виноградов, заместитель председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Алексей, добрый день. И Андрей Станиславович Савельев, председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Андрей, приветствую. Добрый день. Уважаемые друзья, встречаемся в канун праздника, профессионального праздника ВДВ. В этом году пандемия, к сожалению, внесла, она во все стороны нашей жизни внесла свои коррективы. И ваш праздник тоже самое. 2 августа не планируется, как я поняла, никаких массовых мероприятий. Раньше же собирались около Белиска, да, Андрюш? Да. И большим строем, и были прыжки, и были какие-то торжественные, показательные выступления были, да. Теперь этого не будет, потому что это массовое скопление людей, да, что, к сожалению, запрещено. Вообще, день десантника, в понятии некоторых это обязательно нужно взять кирпич, разбить его о голову, желательно. Желательно искупаться в фонтанах, если такое-то. Ну, мало ли каких еще представлений о десантниках. Безбашенные люди. Вообще, какие-то свои атрибуты праздника есть у вас? Ну, конечно, есть свои атрибуты. Вот. В фонтанах мы уже давно не купаемся. Было такое? Ну, может быть, на заре когда-то становление России это и было. Вот. Но, по крайней мере, за те 16 лет, что мы вот с Алексеем, да, руководим нашим отделением союза десантников, у нас такого не было ни разу. А может быть, просто в Твери фонтаны не столь широкие и большие? Да, фонтаны у нас замечательные, у них купаются дети, это нормально. А у нас есть Волга, есть Тверца, есть Мага. То есть, там, если кто-то захочет, есть куда нырнуть. Мы подбедительным присмотром руководства. Ну, я скажу, что практически вот за последние годы, по сводкам управления внутренних дел, не было зафиксировано ни одного нарушения, как бы, общественной безопасности. Но, во всяком случае, усиленное дежурство существует в этот день, мало ли чего? Ну, конечно, потому что десантники, как правило, ребята все крепкие, даже с возрастом, да, не становятся менее спортивными. Вот, поэтому, естественно, что и на грудь принимают, безусловно, куда без этого. Поэтому, кому-то и хочется, удаль, может быть, свое показать. Но, слава богу, все-таки, что десантники сейчас стали более, что ли, спокойными, наверное, более прагматичными. Потому что есть много других способов о себе заявить, и мы вот в течение года, в принципе, этим и занимаемся. Вот мы сегодня поговорим об этих других способах, да, как десантники могут заявить о себе. Хотя слово, Андрюш, прагматичность, мне как-то не очень так слышать. Все-таки очень хочется верить, что элемент романтики, так скажем, остался налет. Хорошо, это слово прагматичность, прагматизм, вообще нормально, здорово. Я считаю, вот мы с Андреем сегодня давно уже вместе, в общем-то, занимаемся этим вопросом, и друг друга хорошо понимаем. Ирина, ну, ключевые слова, на самом деле, сказали вы. Ломать кирпич об голову, кирпич об голову. Сейчас появился прагматизм. Не надо ломать об голову кирпич. Ага, это уже здравый, это даже, Леша, здравый смысл, здравый смысл, да? Ну, это пагматичный. А потому что можно и голову себе сломать. Нет, вот видно, что с кирпичом ничего не произойдет, но у тебя правда с этой точки зрения. Нет, ну, серьезно, на самом деле, я с Андреем абсолютно согласен, произошел все-таки перелом, ну, наверное, какой-то мировоззренческий. Десантники, безусловно, люди крепкие. И с годами, действительно, да, подавляющее большинство, достаточно крепкие и сильные духом и телом люди. Но разум в обществе, он начал превалировать. Поэтому, действительно, на грудь принимают, но аккуратно, и не духа после. Ну, то есть, вот эти вещи. Я с Андреем согласен, потому что и ребят по районам, вот, Володя Кузихин, мне даст соврать тоже, да? Вот этот тренд, что десантник, этот человек вообще без головы, без башни, как выразилось, да? Ну, нет. Голова, она, если посмотреть у всех на своих плечах, находится, и она соображает нормально. Мышцы не мешают процессу. Но задача вообще стояла, даже общефедеральная, и мы просто ей последовали. Нужно показывать образ десантника так, чтобы хотелось служить, быть похожим и в конечном итоге стать таким человеком. И потом уже детей своих воспитать в этой традиции. Вот это должно быть. А не то, что у тебя там разбитая голова, да, или там родители. Ну, может быть, кто-то из подрастающего поколения именно это и приличает. Нет, я согласна полностью с этим. Не настараюсь, не знаю, как получилось, но не зовут с державами за 5 лет действительно посольством ГУВД. А, кстати, десантников много у нас на Тверской земле? Вот сейчас те, кто служил уже, и те, кто может быть ходил? Ну, я скажу, что больше 2,5 тысяч. Это объединение, это армия такая, да? Да. Более 2,5 тысяч. Естественно, что мы всех объединить не можем, к нам приходят все добровольно. Вот. Но практически воздушно-десантные войска относительно небольшие, где-то 30-35 всего тысяч человек. Поэтому практически все друг друга знают. Если встретятся два десантника, как говорят, и через 5 минут они не найдут общих знакомых, значит, один из них шпион. А, значит, понимаешь, да. Вот так вот. Это было с одной братства навек. А, ну да, да, да. Ну, кстати, считается же, десантные войска, она как одни из элитных направлений войск. Ну, конечно, потому что и раньше, и сейчас все-таки есть определенные требования и к физическому состоянию, да и к кумственному тоже. И потом всегда в ВДВ было преимущественно право отбора ребят, свои войска. Вот. Поэтому, может быть, это немножечко, может быть, по отношению к другим войскам не очень справедливо. Я согласен. Вот. Но мы-то болеем за свои войска. Поэтому считаем, что это все-таки правильно. Потому что, если разобраться сейчас, после войны, сколько было всяких конфликтов и за границей, и в территориях бывшего Советского Союза, везде десантники были первыми. Вот. В любом конфликте. ВДВ всегда вперед. Поэтому я считаю, что души десантные войска просто заслужили это право своим честным служением Родине, своим беззаветным мужеством и преданностью. Я просто хочу для радиослушателей, кто не видит нас сейчас в эфире, сказать, что передо мной сидят статные, крепкие ребята, да? Уже у которых сколько-то лет назад вы служили в десантуре, да? Но физическую форму это уже, наверное, заложено, да? Если ты десантник, то это закладывается. Уже на генетически, да? Мы поддерживаем, стараемся поддерживать из-за дня в день, то есть своим примером показывать нашей молодежи. Я занимаюсь молодежью, и для нас огромная честь всегда присутствовать на торжествах, посвященных 2 августа. Вы приезжаете вообще в Сележарево? Мы приезжаем в Сележарево, нас приглашают, нашу команду. Мы не только приезжаем просто посмотреть, мы принимаем участие в торжестве, в празднике. Вот в этих показательных выступлениях, которые были? В прошлом году-то уже не было, да? Да и нет, да? А позапрошлые были, да, вы уже принимали участие? По запрошлым, по запрошлым году, и ребята, ровнее с подразделением спецназа, с парашютистами, тоже самое принимают участие, и у них вот это начинает желание появляться, там, послужить в воздушно-десантных войсках. Сейчас есть некоторые воспитанники наши, со Сташкова, Сележарова, которые служат у нас в воздушно-десантных войсках, в Псковской дивизии. То есть вы начинаете еще до, так называемого, призывного возраста, да, с мальчишками работать? У вас пацаны в основном, да? Нет, есть и девочки у нас занимаются, девочки у нас, направление спортивной борьбы, а там несколько видов борьбы. Мы часто ездим по соревнованиям, приуроченные в патриотической теме, вот это выводы войск из Афганистана. Да, это всегда собирались, каждый год собираемся. Принимаем участие, есть крупный турнир, международный турнир, посвященный сотрудникам группы Альфа в городе Зинограде, тоже принимаем участие. Ну, в городе Асташкове есть турнир такой, посвященный памяти воинам, погибших в Афганистане и других горячих точках. Мы его организовывали лет 16 назад, и вот он до сих пор живет, но два года как бы не можем его привести, потому что вот ситуация... Ну да, уже не от нас зависит. Володь, я вынуждена прерывать, сейчас на небольшую рекламу уйдем, буквально несколько минут, не переключайтесь, уважаемые друзья. Уважаемые друзья, вновь программа «Тема дня», до перерыва мы говорили с Владимиром Кузихиным, он приехал к нам из Сележарова, руководитель Сележаровского отделения Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Мы сегодня, уважаемые друзья, говорим про праздник, посвященный нашему доблестному ВДВ, воздушно-десантные войска. Владимир, у вас в Сележарова, как называется вот этот вид спорта, которым вы занимаетесь с детьми? Вообще у нас называется вид спорта «Спортивная борьба». В нее включены дисциплины греко-римской, вольной борьбы, вольной женской борьбы. Вот в нашем поселке конкретно это греко-римская борьба развивается и вольная борьба. Это непосредственно вы инициатор создания вот такой вот занятий с детьми. Непосредственно вот мы видим пример, да, где десантник организовал вот воспитание. Вот мы говорим, ах, воспитание молодежи, да, ах, интернет, детей занимает непонятно кто. Кстати, я знаю, что во многих районах нашей Тверской губернии есть подобные школы, да, спортивные? Ну, школы подобные есть, но мне кажется, вот самых, я не побоюсь этого слова, выдающихся результатов, это достиг Владимир и его ученики. Ну, я думаю, что он о них лучше сам расскажет. А как давно, Володь, начали заниматься с детьми? С детьми я занимаюсь с 92-го года. Уже в следующем году будет 30 лет, как оказалось, на тренерской деятельности. Начал заниматься до армии. Кстати, хочу сказать спасибо своему тренеру Андрею Владимировичу Шурыгину. Он, кстати, у нас тоже десантник, служил в Германии, в спецназе ВДВ, в разведроте. Ну, и как бы в свое время посмотрел на него, мне понравилось, человек пришел здоровый, сильный, мощный. И вам тоже захотелось ВДВ? Да, захотелось ВДВ. Отлично, смотрите, преемственность поколений, да? А, кстати, Леш, а вы как попали тоже на чем-то примере, что захотелось ВДВ? Ну, я скажу так, я просто заканчивал наше Калининское Суровское военное училище. И самым престижным вообще, вот, ну, тут Андрей Савченко правильно сказал, правом отбора пользовались все-таки ВДВ, первичного отбора, да, то есть превентивного отбора, скажем так, правильно сказать. Попасть в Рязанское высшее командное училище ВДВ, это было круто. Я заканчивал другое училище, вот, но жизнь сложилась так, что голубой берет носить получается. А, Андрюш, а вы? Ну, я потомственный десантник, да, мой отец, да, Савельев, Станислав Васильевич всю жизнь он дал воздушно-десантным войскам. Вот, в свою очередь, мой дед тоже служил всю жизнь в Красной, в Советской армии, да, и закончил свою службу здесь, в Калинине, в должности начальника оперативного отдела корпуса. Он прошел всю войну, поэтому я потопственный десантник, и, в общем-то, других мыслей у меня, кроме как ВДВ, практически не было. Отлично. Володь, много ли воспитанников ваших, вот точно так же, вот, посмотрев ваш пример жизненный, да, на примере уже своего тренера, да, захотели идти в десантуру? Есть ребята, которые сейчас служат, служат именно в той дивизии, где я служил, в Псковской воздушной дивизии, есть ребята, которые хотят служить еще, но у них все впереди, вот, поэтому посмотрим. Вообще, спортивная подготовка, физическая сила, она же просто так не дается, то же самое, это же надо заниматься, да, мальчишки, чтобы дорасти, да, той же самой десантуру. Физическая подготовка у них, можно сказать, профессиональная, то есть, ребята занимаются, и проходят учебно-тренировочные сборы, и тренировки, и физическая нагрузка, специальная физическая нагрузка идет у них. Ребята уже практически подходят к службе в воздушно-насадных войсках, подготовленные, то есть, и как физически, так и морально, потому что вот эти все нагрузки, чтобы, ну, на сленге спортсмена тянуть, говорится, это нужная тренировка. Они тренируются, поэтому получают закалку. В основном, наверное, спортсменов и берут, да, которые имеют подготовку? Ну, безусловно, потому что, вот, Володя, правильно акцент сделал, кроме общего физического здоровья, надо еще быть морально готовым к тем трудностям, которые тебе предстоят. Они, порой, бывают даже чисто бытового характера, но если ты закален морально, вот, то тебе по плечу, как бы, преодолеть любые трудности. Вот я, например, впервые услышала, что у нас регион-то богатый и на хороших людей, и на хорошее начинание, что в Сележарово такая мощная школа, казалось бы, да, далеко от областной столицы. И есть уже дети, скажем так, подростки, ваши воспитанники, которые и вершин в спорте добились? Ребята у нас есть очень серьезные, есть члены команды сборной национальной России. Вот, Муслим Мадаев у нас готовится сейчас к первенству мира, который будет в Уфе проходить 19 августа. Вот, он является у нас победителем России, обладателем Кубка России, победителем Европы 2016-го, 18-го года, извиняюсь, и чемпион мира. Вот так вот, и кто воспитал? Десантник воспитал? В данный момент парень тренируется здесь, в Твери, тоже у моих коллег. Вот, и мы, это работа всей командой, я больше вам скажу. То есть, все готовят, все стараются, ребята, все зависит от них, прежде всего. А то есть, большой тренерский состав у вас там, да, еще? Да, у нас тренерский состав, в данной ситуации сейчас тренерский состав находится у нас на турбазе Чайка, проходит ежегодный учебно-тренировочный сбор. Вот, ребята, в этом году у нас проходили в поселке Сижарова торжества, посвященные 120-летелю Герою Советского Союза, главного маршала Бринтанского войска, родминистров Павла Алексеевича. И мы приручили вот эти сборы к этому событию. И весь тренерский состав, штаб находится сегодня у нас на базе. Вот, смотрят вашу передачу. Очень приятно, что пригласили, спасибо вам огромное за это. А ну что вы, мы всегда, мы за правильное воспитание, скажем так, молодежи, чтобы потом не рвать на себе волосы и говорить, что потеряли очередное поколение. Ирина, я хочу сказать, что, в общем-то, Россия держится вот на малых городах и поселках, таких как Силижарова, вот, таких как Бежец, где у нас работает Евгений Курылев, тоже замечательный ветеран-десантник, как Кимры, где у нас работает, Владимир Садыков. Сергей Садыкин тоже там. Да, вот я хочу сказать им огромное спасибо, потому что они действительно вот в своих малых городах объединяют вокруг себя хорошую молодежь. Вот, и, в общем-то, действительно, Стирин России, еще раз повторюсь, это все-таки наши малые города, и они себя еще покажут. И замечательно совершенно, что ведь занятия спортом, человек ходит в секцию, это не значит, что он отзанимался вот эти полтора-два часа, да, и пошел заниматься чем? Вы же практически как семья, да? А вы и учебу можете контролировать, да? И что дома, и если чем помочь, да? Да, конечно. Ну, как у нас принято, говорят, ну, между нами, что тренер является вторым, а то иногда и первым отцом, то есть я знаю практически все. Да, они все дети из полных семей, и вот это действительно мужское плечо и мужской настоящий характер вырабатывается. Ну, у меня работает очень хорошая команда, из родителей также, из воспитанников, также мы совместно работаем с Буевым братством Сижаровского района, то есть там очень хорошие люди, несмотря на то, что из других родов войск. Ну, это, ну, как и за нашим круглым столом, мы очень часто собираемся всевозможные общественные организации. Это же только на благо, да, если все вместе. Это работа одной команды, и делаем общее дело. А у меня, да, у меня вопрос, все, конечно, замечательно. Помогает материальная власть, местная, может быть, региональная, потому что это же все, это же дорого. И платят ли дети за это, за все? Ну, секция у нас бесплатная. Секция бесплатная, это уже, это вообще, это очень хорошо. Потому что мы на это всегда обращаем внимание. Я член Федерации борьбы Тверской области. У нас очень хорошо работает Федерация борьбы, благодаря нашим президентам Андрею Лагутиным. Вот, у нас местные власти, у нас сейчас новый глава администрации, Купьянов Андрей Михайлович. Вот тоже сейчас зашли в федеральную программу по строительству спорткомплекса. А занимаетесь где, а где сейчас какой-то зал? Мы занимаемся, ну, у нас место маленькое, но уютное, скажем так. Всем хватает? Хотя побольше. Ну, вот для чего и нужен. Ну, если вы в вашей федеральную программу, значит, мы будем скоро, наверное, лицезреть. Да. Можно, да, уже новый абсолютно современный зал. Обязательно пригласим вас. Это было бы здорово. Да, когда... Вообще, ребята, существует проблема с властью, что называется, с доказывать, что мы десантники, мы делаем доброе дело по воспитанию подрастающего поколения? Нужно ли что-то доказывать или уже как-то привыкли к тому, что вы в авангарде воспитания молодежи? Ну, я скажу, сейчас передам слово Алексею. Алексей у нас на переднем крае, сейчас скажу так, патриотическое воспитание, потому что является куратором и главной движущей силой нашего музея «Четыре эпохи воинской славы Твери». Поэтому сейчас, в период пандемии, конечно, когда нельзя собирать большие количества людей, вот, Алексей проводит практически, бывают дни, когда он по четыре экскурсии в день проводит. Ну, я приезжала, как раз такие дни видела, я через патрульные службы делала репортажи оттуда, и здесь мы обсуждали, за этим круглым столом тоже, великолепные вещи. Ну, Ирина, вот, на самом деле, здесь я почему хотел бы, всё-таки, немножко тоже продолжить тему и мало городов в том числе, и малых групп, да, о чём сейчас Андрей Саниславович сказал. На самом деле, вот, у нас сейчас в течение нынешнего 2021 года, не учебного года 2020-2021, а вот нынешний год, да, с января по июнь, у нас через выставку прошло больше 1200 человек. То есть, ребята из города, из области, вот, по факту, да, причём мы соблюдаем все меры предосторожности. Да, там, небольшими группами. Да, да, да. Я, вот, что хочу сказать, что, на самом деле, если работа идёт систематически, она идёт от души, потому что мы тоже, в общем-то, здесь не преследуем целей каких-то там политических или экономических, таких целей у нас реально нет. То есть, мы работаем на то, чтобы ребята любили свой народ, свою землю. И на примере любви к малой родине рождалась любовь к большой. А личный пример, о котором мы здесь говорили, да, ну, он как раз способствует желанию, способствует возникновению желания быть похожим и идти этим путём. Потому что, например, ну, доспехи там средневековые на разные эпохи весят в среднем 30-40 килограмм, с ударом, например, мы показываем там друг на друге, когда они одевают, они понимают. То есть, вот здесь и получается, смысл в чём, что, ребят, хотите воздушно-десантные войска, здорово, но, как, опять-таки, правильно сказал Андрей Саниславович, надо быть готовым не только физически, но и внутренне. Дух должен быть соответствующий, потому что, я сразу говорю, ребят, легко не будет. Вот со средних веков ничего не поменялось. Оденьте доспехи 13-го века, возьмите вооружение, условно говоря, там, 17-го века, возьмите, у нас есть хорошо, хорошие деактивированные макеты, ранее бывшие боевым оружием, сейчас уже деактивированные, да, Великая Отечественная война. Пулемёт максимум весит 60 килограмм, ДП-27 без патронов там, да, весит 11 килограмм, ну, пожалуйста, вот он, пулемёт-печенек, оденьте кольчугу, пожалуйста, армейский бронежилет. Ну, понимаете, да, что здесь-то мы, наша задача какая? Заложить правильную систему координат, а личным примером, как раз сказать, ребят, во-первых, это будет здорово, вы будете гордиться этим всю свою жизнь, что вы честно ослужили Родиной в воздушно-десантных войсках, в войсках специального назначения, вы честно будете гордиться этим до конца ваших дней. И вот это работает, вот эта история работает. По поводу, кстати, того, как стоит работа, по нашему мнению. Ну, действительно, удобнее работать, когда у тебя находится стадион. Это здорово. Пандемия. Нельзя. Ну, опять-таки, всё внимание, когда приходит 10 человек, 15 человек, да, мы понимаем, мы пожертвуем большим количеством своего личного времени. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, да, да, приходится как приспосабливаться. Ну, самое интересное, что это, фу, вот, 1200 человек в данный год прошло, причём уговаривать никого не надо. Бывает дни, когда просто, вот, звонят, допустим, большое спасибо, кстати, директорам ЗАУЧам. Кстати, которые тоже были на экскурсии. Да, 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 да. Сидят, с таким интересом смотрят. Ну, например, Жуя, 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 Жуя. Как раз, пользуясь слушать, хотел поблагодарить Алексея от всей Федерации нашей спортивной борьбы. Вот, на протяжении, он, во-первых, нашу команду пригласил Сиджарскую, мы, вот, Алексей позвонил, мы сразу же тоже приехали, перемещались, ребята, на протяжении двух часов, два часа пролетели, как две минуты, быстро всё. А как там интересно, там всё и потрость нужно испытать. Конечно, мальчишки действительно могли померить это всё, попробовать вес меча, автоматы, ружья, пистолеты. Вот оно как называется. Очень, очень был, рассказ интересен просто, вот, когда человек рассказывает, и можно прикоснуться, история быстрее запоминается, вот это, чем вот, что они там, где-то книжки в интернете почитают. Даже я бы называла это каким-то, как мини-театр, потому что там и девчонки в соответствующих нарядах, да? А, Лёша, у вас дочка маленькая совсем показывает, так мальчишки смотрят с завистью. Ну, если такая малышка может, чушьёт, мама. Ну, да, четыре года, да, на соревнованиях были, и я говорю, ребята, были вот здесь в музее эпохи воинской славы, четырёх воинской славы, вот, у меня ребята, а как можно туда попасть? Вот с Алексеем созвонились, приехали ещё команды там к Алексею, все довольны, все вот... Ну, слушай, знаешь, как вы говорите? Да, вот, кстати, хорошо в филиальчике такие в каждом районе области. Это очень важно и нужно. Да, это понятно, как этот музей создавался. Мы, да, его столько лет, как говорится, пестовали, да, собирали там по крохам, вот, но хорошо, что у нас всё-таки земля действительно богата на воинские традиции, начиная со средних веков, кончая, заканчивая Великой Отечественной войной. Каждый что-то принёс в этот музей, вот, поэтому он практически у нас получился такой народный. Вот, ну и, конечно, хочу сказать, безусловно, ты заговорила про власть, вот, я хочу сказать спасибо, что всё-таки нам помогает, безусловно, это и грантовая политика, и глава города помогает нам, и губернатор Тверской области, вот, пусть немного, пусть чуть-чуть, но, тем не менее, мы чувствуем и финансовую поддержку, а самое главное, что когда рейс зашла, то вот управление образования городское, оно просто вот в музее собрало всех директоров школ, чтобы показать. И это вообще какие-то дела, да, потому что неизвестно, куда ты отправляешь детей, а то ты сам знаешь куда. Да, чтобы видели конкретно, да, куда будут ходить ваши дети. Да, да, да. Вот, поэтому все откликаются, безусловно, вот, но я скажу, что, конечно, на этом наша работа не заканчивается, вот, по патриотическому воспитанию. Кроме всего прочего, я хотел бы вот здесь сказать большое спасибо члену нашего совета, Костюченкову Алексею, да, он проживал, это его историческая родина, село Пушкино в Калининском районе, вот, и вместе с нами он восстанавливает храм. Это вот историческая родина нашего активного члена, члена нашего совета, Костюченкова Алексея, да, вот, храм был вообще разрушен практически, да. И вот он пришел к нам такой, ребята, давайте будем восстанавливать храм. Естественно, что мы включились, потому что все четко понимаем, что физическая и духовная, она должна быть все вместе. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано, поэтому и не даром день 2 августа, это день святого Ильи Пророка, вот, нашего всеми почитаемого десантниками святого. Поэтому сейчас там уже практически вот все подходит к завершению, да, уже отлиты даже колокола, их колокола будут вешать, и как там положено по канонам, да, будет вот вся эта процедура. Вот мы обязательно все туда приедем, это будет такой большой для нас, для всех праздник. Ну, надо же, и вот это уже, можно сказать, это уже храм, возведенный с участием ветеранов ВДВ. Кстати, относительно подготовки профессиональной, вот Володя говорил, что его уже, воспитанники, это уже можно положиться и быть гарантией, да, что ребята имеют опыт, да. А нужны прыжки для того, чтобы служить в десантуре, какой-то уже опыт? Ну, я скажу так, что раньше во всех клубах ДОСАВ, да, перед тем, как пойти служить на службу, все совершали три прыжка, это нормально. То, чтобы представлять, подготовка к этому или нет. Вот, ну, к сожалению, сейчас у нас ситуация немножечко другая, допустим, наш аэроклуб сейчас не летает, будем так говорить. Да, делала большой репортаж, уже года два, наверное, назад, к сожалению. Нет, да, к сожалению, парашютной подготовки, вот, ну, ничего страшного, если ребята крепкие во время курса молодого бойца, им в частях всему-всему научат, даже пускай с нуля. Да, если человек готов физически, да, вот, то морально его так подготовит. Ой, Андрюш, вот сказал, относительно того, что нету летной подготовки, нету этого, но ведь, наверное, лучше, лучше для самого новобранца, вообще, наверное, для всей армии, чтобы работали такие структуры-то. Конечно, ну, конечно, ну, конечно, ну, ДОСАВ раньше вообще был очень мощной структурой, да, он же был в каждом городе, вот, ну, разрушить всегда легко, восстановить потом очень тяжело. Пока что, вот, это у нас очень с трудом восстанавливается, я говорю об этом вообще, как не только о подготовке к службе ВДВ, да, и обо всех, вообще, как бы, военских обязанностях, да, это раньше было совсем на другом уровне, конечно, поставлено. Ничего себе! Да, это вот, хорошо, что такие люди, как Володя, готовят ребят всё-таки к службе, вот, поэтому, вот, я скажу, на них всё держится сейчас. Ну, кстати, вот, да, один момент уже, насчёт подготовки, да, и, кстати говоря, тоже вот, ребят, которые работают на местах. Вот я, например, занимался два года парашютным многоборьем, ещё при Советском Союзе, вот, поступил в своё русское училище, естественно, прыгнуть у меня не получилось, потому что очень была хорошая, серьёзная, нормативная база, прыжки при Советском Союзе решали только с 16 лет. В Суворовское училище мы поступали в 15, поэтому, соответственно, первый прыжок я служил уже, когда, в период срочной службы. То есть, всё под контролем государства, это конструктор. Ну, я к чему я просто всё говорю, что система координат, она тогда закладывалась. Если сейчас, ну, как Адресович справедливо сказал, ну, вот так получилось, да, что ДСАФ и вообще допризывная подготовка, ну, скажем так, ну, не дотягивает хотя бы до тех стандартов, которые были хотя бы при Советском Союзе, ну, надеемся, что всё-таки будет изменено. Ребята, которые работают на местах, в районах, вот как Володя, делают, на самом деле, очень много хороших, правильных вещей. Ну, например, про музей мы говорили, там, Володя, товарищи, тоже борцы с Вышнего Волочка были совсем недавно, два месяца назад. У нас очень прекрасно, всё-таки, ну, может быть, благодаря всё-таки, там, воленаправляющей руки Андрея Станиславовича, очень хорошо ребята работают, бежат, с Кесарова, ну, можно же такой лезть такой, да? Не, ну, а чё ж нет, ну, ребят, просто приятно слышать, что действительно Вы работаете и не просто... Самое интересное, что ребят передавали большой привет, не смогли, к сожалению, просто из-за занятости на работе, но всё-таки все работают, не смогли прибыть. Это Сергей Садыкин, это у нас руководитель Кимского отделения, и Евгений Курлёв. Он руководит целым направлением город Бежицк, Кесарова гора и Санково. Ребята сейчас на двоих, они, естественно, сейчас готовили такой небольшой отчёт, что было сделано со 2 августа 2020 года по 2 августа 2021 года. У них на два района проведены больше 60 мероприятий патриотической направленности, подчёркиваю, с соблюдением мер безопасности в соответствии с пандемией коронавируса. Ребята обустраивают аллеи, у них фактически ежеквартально проходят соревнования по военно-прикладным видам спорта, сборка-разборка автоматов, ну, опять кирпичи, про которые Вы говорили, ребята там многие с хорошими спортивными степенями, показывают, они у них трюковые все эти истории. Ну, да, это показать всё. Да, мы берём, допустим, что, вот смотрите, Вышневолочок, Сележарова, Бежицк, Кесарова гора, Санково, Кимра, другие районы. Ребята прекрасно работают. А у нас в Твери есть ли заняться, вот именно, какой-то подготовкой? Ну, мы хотя говорили, что у нас-то довольно-таки много. Прибрёг, сюрприз, да. Ну, во-первых, конечно, в этом году у нас, как мы говорили, прибавление в семействе. Вот, у нас, наконец, в Белом открылось наше отделение, вот туда пришёл руководить районом член нашей организации, да, Севицкий Вадим Станиславович сам настоящий ветеран, десантник, вот. Вот, и, конечно, он там быстренько всех взбодрил, вот, и самое главное, вот... Руководящий роль, да. Да, руководящий роль, надо было появиться одному человеку, чтобы жить за Берлина. Да, 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 о роли личности в истории. Да, чтобы жить за Берлина, поэтому мы очень рады, что они к нам присоединились. Кроме того, у нас вообще очень тесные отношения с ребятами, которые служат в специальных отрядах. Это и УФСИН России, Рысь, вот, и УМВД Гром, вот, СОБР, ХАМОН, мы всех знаем, со всеми дружим, вот. И поэтому вот в этом году ветераны отряда Рысь, УФСИН, вышли с предложением, значит, создать военно-спортивный клуб «Купол» под нашей эгидой, да. Ну, под эгидой Рыдовой именно, да? Да, да, вот. Ну, почему? Потому что все они, в общем-то, выходцы из воздушных десантных войсков. А это, опять же-таки, объединенные. Но это по воспитанию молодежи, да? Конечно, конечно. Это будет военно-прикладная... Патриотическая. Патриотическая, безусловно. Они вообще сумасшедший план такой вытащили. А база, вот их новая полоса препятствий, она будет как-то использоваться, то, что у них есть? Или мы еще пока не будем открывать всех карт? Ну, я думаю, что она будет использоваться, но к ней надо подготовиться, чтобы ее пройти. Ну, да, да, да. Главное, что у них есть огромное желание заниматься именно подрастающим поколением. Вот, несмотря на ту интенсивную службу, которая у них, да, все-таки служба, семья, еще у людей остаются силы для того, чтобы отдать себя еще вот воспитанию мальчишек и девчонок. Это, ребят, да, ребят, честь вам, честь вам и хвала просто. Это здорово. Поэтому вот такие планы у нас есть. Вот, ребята, к сожалению, сегодня, да, не смотря... Они бы рассказали о своих планах, вот, понимаешь... Ну, отдельно сделаем программу, ничего страшного. Да, поэтому, несмотря на пандемию, я скажу, что это затронуло всех, и нас тоже, в том числе. Вот, практически, наверное, около 90% наших ветеранов уже привились, вот, и члены их семей. Поэтому мы очень хорошо понимаем, вообще, чем это может грозить всей нашей стране. Именно поэтому мы отказались от проведения праздника 2 августа. Но что-то будет, а не будет массового сбора, будет автопробег, да? Да, у нас будет автопробег, я скажу, мы стартуем от ленты, значит, в 9.00. Это, конечно, не самый удачный день, это понедельник, вот, но мы с соблюдением всех правил дорожного движения и все-таки хотим проехать по городу, вот, показать, что мы есть, что мы работаем, что праздник не зыблем, вот, возложить индивидуально цветы к дорогим для нас, для всех мемориалам, вот, и, наверное, на этом мы вот и закончим наш праздник. Ну, всегда очень красиво, я просто всегда, вот, красота и почему? Гордость за свою страну. Когда идет колонна машин с флагами, до чего красота? У нас было очень много планов на этот праздник, потому что мы знаем, как его ждут наши горожане, потому что последние годы все приходят с семьями, с детьми. У нас была подготовлена шикарная детская площадка для того, чтобы и дети тоже порадовались в этот день. И, безусловно, бы пришло очень много людей, но вот, но, но, но. Мы еще, помню, Андрюш, помнишь, мы еще собирались какое-то время в парке, в парке Победы, на площади, на проспекте Победы, где экземпляры военной техники, да, там же тоже очень много планов было, все строилось. И сколько там народ собиралось? С детьми приходили, целыми семьями? Да, только, да, придешь. Ну, еще, конечно, хочу сказать, что 2 августа мы, безусловно, навестим нашего дорогого ветерана, Сергея Николаевича. Это у нас единственный ВДВ-шик, да, со времен Великой Отечественной войны остался? Да, единственный оставший ветеран Великой Отечественной войны, который служил в воздушно-десантных войсках. Когда мы были у него, как только лето начиналось, да, по-моему, Андрюш, приходили, да, навещали? Да, 94-й год ему, он живет в деревне у себя, в Ведогощах, мы обязательно вот после автопробега всей колодой поедем его отвещать и поздравлять нашего дедушку, вот, пускай живет долго. Действительно уникальный человек, он же 18 лет закончил войну, когда ему было 18 лет всего, вот, кавалером пяти боевых орденов. Это уникальный человек, в общем-то, книги надо писать о таких людях. У нас вообще, у нас же этот год, вот, был особенный год 75-летия Победы, сейчас же юбилейный год освобождения Калинина, да, у вас, наверное, тоже программа целая. Ну, тут, понимаете, тут не в плане того, что каждый кулик своего болота хвалит, а в плане того, что вот все мы здесь вместе, вот, ребята, Володя, Андрей, не дадут соврать. Мы прекрасно понимали, что, ну, вот, патриотическое воспитание – это процесс. То есть, вот, если уходить от каких-то, ну, вот, формулировок, ну, хорошо, допустим, вот, вчера мы занимались, сегодня какие-то сложности, у нас со временем, там, школа тяжело, там, отпускают ребят на какие-то занятия. Ну, прекратим мы этот процесс, что мы получим. Вот работа, которая велась на протяжении многих лет, она буквально за 2-3 месяца может просто деградировать. Володя, как спортсмен, протекуще скажет. Это сразу будет понятно. И как совершенно поддерживать. Да, конечно, конечно. Ну, вы тоже правильно сказали, что нет той истории, что вот, занимаемся мы с молодежью, да, значит, нет той истории, что вот отзанимались, например, в спортзале, да, и пошли дальше там заниматься какими-то своими делами. Нет, ничего подобного нет, все равно. То есть, это и общение, и это вообще-то образ жизни. То есть, потому что мы уже говорили и на предыдущей передаче, ну, так вот не бывает. Пришел человек служить, например, в срочную службу, ну, мы понимаем, что офицерами захотят стать единицей, это совершенно нормально. Ну, основная масса ребят, надеемся, честно служит своему государству в разных там родах, видах войск, без разницы. Ну, тем не менее, вот человек приходит служить в срочную службу, но не может он быть патриотом, дисциплинированным, мотивированным, как сейчас говорят, да, вот ни с того ни с сего. Это результат долгих лет его собственной жизни, пропускания через себя, почему-то Андрей Станиславович правильно сказал, о единстве духовной и физической подготовки. И этот процесс, поэтому, если вот он начат, вот, допустим, там, с 4-5 лет, ну, вот мы с Володей тоже, наши дети занимаются, да, наши дети занимаются, да, наши дети занимаются, да, наши дети занимаются, да, потому что я придерживаюсь простого понятия, что... Физическая и духовная подготовка, в принципе, она составляющая. И нужно их книги читать. Да, ну, во-первых, для начала надо навести порядок в своей собственной семье, да, это по поводу личного примера и так далее. Но, с другой стороны... Историю нужно читать. Да, историю. Ну, вот у вас, у вас, на самом деле, я перебью, Леша, вот, на самом деле у вас так все выстроено, еще с появлением музея, да, здесь и история, и спортивная подготовка, и военно-патриотическая, здесь все сразу, и вот этот дух единственный, кулак получается. Ну, в общем-то, да, и вот этот путь, вот если мы его начали, да, почему про детей заговорили, ну, Андрей Саевич, у него сыновья, честно, оба отслужили, и продолжают служить оба, ему есть чем гордиться, у нас еще просто поменьше дети, поэтому, да. Ну, вместе уже... Замечательно проходила практика у меня. Да, 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 такая боевая... Боевая, запрещенная золотой медалью школу, да, и поступает на журфак. На журфак, да, нам смена идет, да. Да, то есть, Ирина, поэтому мы здесь все говорим на одном языке в плане того, что, ну, Андрей Саевич, у него просто сыновья старше, вот, у нас просто поменьше дети. Но мы прекрасно понимаем, что вот если ребята, думаю, не дадут соврать, что если начали вот этот путь, да, роста, вот, россиянина, гражданина, человека, значит, вот и нужно идти просто этим путем. И поэтому человек, вот, например, молодой человек, который приходит служить, подчеркиваю, в независимости, какой там будет рот или вид войск, да, то есть, он должен быть готов морально и физически, потому что он должен знать, зачем он вообще приходит. Он должен гордиться тем, что ему Родина доверила гордое право быть защитником Отечества. Вот это. Вот я считаю, что если вот эта задача будет выполняться, даже без всякого пафоса, то я буду считать, что, значит, мы делаем правильные вещи. Ну, то, что мы несколько поколений, да, ну, два-то, наверное, точно, Андрей Станиславович, когда люди пытались, гордостью считалось, что ты откосил от армии. Помните, мы переживали? Были такие времена, к сожалению, были такие времена, постыдные, я скажу, даже вот, когда даже, я помню, в Москве даже офицерам запрещали носить военную форму. Вот это вообще такое унижение было. И страны, и все равно, вот, все-таки, вот, я хочу сказать, что сегодня день-то вот такой особенный, 50 лет фильму «Офицеры» именно сегодня исполнилось. Вот это все не зря, все не зря, уважаемые друзья. Кстати, такой редакт, да, единственная штука. И вот мне вот эта фраза, есть такая профессия Родину защищать, она вообще просто на все времена. Она на все времена, и она для каждого настоящего мужчины, который считает, что он мужчина. Вот, и вы вот именно вот эту базу, вот эту основу создаете, потому что, ну, не во всех школах, к сожалению, и там, я не знаю, как сейчас НВП, ОБЖ, раньше НВП было, да? Ну, и мы, конечно же, к сожалению, не можем всех оплатить. Да, и вы не можете, но существуют другие общественные организации, с которыми вы бок о бок идете. И многие говорили, что кто и в тех же самых школах не хватает мужской руки, женщины, в основном, педагоги, не научатся, как в армии служить. Взаимодействие, да, с властью, да, вот о чем мы сейчас говорили. На самом деле, действительно, вот вы тоже делали сюжет, действительно, у нас выставку посетили весной заместитель главы города Твери, Людмила Хоменко и начальник параллельного образования Наталья Жуковская. Смотрели, да, действительно, сказали, все, вышел приказ за подписью начальника параллельного образования, администрации города Твери, о том, что директора и заместитель лекторов по учебно-состоятельной работе всех школ города Твери посетили наш музей в четыре потока. То есть, ну, у меня там были две младших дочери, вы их видели, то есть, одна девочка у меня учится в пятом классе, она с такими глазами говорит, папа, директора завучей, они такие же, как мы, они все крутят, вертит. Я говорю, а что ж ты думаешь? Это, кстати, по поводу связи поколений. Да, ну, что ж, ну, ну, понятяне, что ли, там, да? Да, да. Ну, это по поводу связи поколений. Я что отметил? Что первое? Во-первых, директора завучей, в общем, многие не только молоды, но и духом, вот они такие все заводные. То есть, они вынуждены, конечно, безусловно, в рамках учебного процесса ввести себя. Соложение обязывает, конечно. Безусловно, но вот у нас, благодаря, кстати говоря, вот этому взаимодействию, даже подчеркиваю, с учетом ограничений, связанных с пандемией, 1200 человек в этом учебном году, да, а год-то знаменательный, 80-летие освобождение города Калинина от немецких фашистских захватчиков. Вот, например, Володин и ребята, там, сельжаровские, кстати, и сбеженские ребята, в один день, они были как раз у нас тоже в прошлом году, вот, шансы, когда, в день освобождения Калинина. То есть, у нас область-то, она такая монолитная. А поскольку год-то юбилейный, 80-летие освобождения Калинина, вот у нас весь акцент, как хорошо, именно на Великую Отечественную войну. Отлично. Володь, знают в селе Жаровой, в округе, что у вас есть такие занятия, что вы ведете это, и как родители к этому относятся, идут ли дети, как, где находите, или вот уже сейчас закладывается на следующий год учебный план? В принципе, в рекламе не нуждаемся, у нас район маленький, все друг друга знают, мы живем все дружно, родители тоже самое отдают. Я считаю, самое главное, что это огромное доверие родителей, когда дают детей заниматься себе. Это самое дорогое, что у вас есть человек, это его дети, правильно? Вот, ну, хочу вернуться к тому моменту, когда вот озвучили в начале программы, что куда мы, вот тут на 2 августа, там фонтаны, фонтаны у нас тоже есть красивые, есть три речки, Волга, Песочная, Сережаровка, река, ездить искупаться. Ну, вот в данный момент у нас есть куда сейчас прийти, мы совместно с ребятами СБУ Братства, Союз Десантников и со спортсменами сейчас делаем парк ветеранам боевых действий. То есть, вчера как раз вот был праздник, День военно-морского флота. Хочу тоже поздравить ребят, кто нас сейчас смотрит, потому что у меня вот дед, например, воевал в Великую Отечественную войну, был юнгой, имеет четыре боевых ордена, вот, медаль за 2 августа, за город Ржев у него был. И мы вот сейчас восстанавливаем, не восстанавливаем, а строим этот парк. У нас много очень идей с ребятами, ну, и со спортсменами, соответственно, с боевыми братьями. Вот. И есть куда прийти и возложить те же самые цветы, постоять, помолчать, ребят помянуть. Слушайте, ребята, у нас просто эфир подходит к концу, незаметно вот так вот. Надо ехать в Сележару, смотрите, новый спортивный комплекс будет открываться, да, там, обещает власть, да, поддержку. Но я надеюсь, что и в других городах будет. Я официально заявляю, приглашаю, так что рады всегда. Уважаемые друзья, где жителям Твери можно вас найти? Это у вас сайт существует? Куда обращаться? Если кто захочет помочь и с детьми позаниматься? Ну, на самом деле, любая помощь приветствуется, главное, чтобы она была от души и от сердца, да, потому что у нас всё-таки организация является некоммерческой, никаких коммерческих целей мы не преследуем, политических тем более, организация общественная, ветеранская. И я считаю, что все, кто хочет присоединяться именно к занятию с детьми, всем, чтобы воспитывать нормальными, достойными гражданами, именно россиянами, вот, страна многонациональная, группа ВКонтакте в поисковике «Четыре Твер» или «Четыре эпохи выносит славу Твери». Также у нас есть специализированная группа, ну, за ведь «Четыре эпохи выносит славу Твери», а дальше все группы и ВДВ Твери, они у нас все привязаны. Пожалуйста. Уважаемые друзья, вы великое дело делаете по воспитанию нашей молодёжи. Нас так воспитали, мы по-другому не можем. Ну, кстати, да, мы отец тоже военный, поэтому, да, воспитаем. Уважаемые друзья, с праздником, здоровья вам, здоровья вашим воспитанникам, вашим семьям, и я надеюсь, что на следующий год, да, мы всё-таки соберёмся все вместе, да, мы все вместе. Ирина, мы вас не отпустим. Спасибо, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго.